29-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата станет значимым событием в борьбе с климатическим кризисом и продвижении цифровой и промышленной сфер с нулевыми отходами. Мероприятие предоставит Азербайджану уникальную возможность продемонстрировать свой потенциал в области зелёной энергетики, а также привлечь инвестиции в эту сферу. Мы очень много лет шли к этому моменту и сегодня реально переломный момент в развитии Азербайджана. Потому что мы видим, как меняются климатические условия Азербайджана, как меняется обстановка, насколько становится колоритным наш город, насколько чистым. Мы очень много работаем с иностранными компаниями, которые просто в восторге от чистоты, от большого количества зелени в Азербайджане, от огромных парков. И это очень хорошо, что идёт такая большая тенденция к развитию зелёной инфраструктуры в Азербайджане. Участники КОП-29 займутся разработкой мер по обеспечению устойчивого будущего для следующих поколений. Изменения климата оказывают комплексное влияние, затрагивая не только атмосферу, но и водные ресурсы. Решения этих проблем могут быть найдены только через международное сотрудничество. Азербайджан, принимая климатическую конференцию, соберёт стороны для диалога и поиска решений. Безусловно, это мероприятие очень важное во всём мире, имеет очень большое значение. И меня, как азербайджанца, очень радует тот факт, что это мероприятие будет проведено в Азербайджане. Идут в стране большая подготовка. Естественно, речь не только просто о проведении самого форума, но в конечном счёте эта проблема волнует весь мир. Я, как представитель международной логистической компании, тоже хочу сказать, что эта тенденция затрагивает эту логистику тоже. И green logistics, sustainable logistics, эти понятия плотно вошли в нашу жизнь сегодня и играют большую роль. И все транспортные компании делают соответствующие шаги в улучшении, уменьшении карбогидратных следов в атмосфере. КОП-29 даёт прекрасные возможности вовлечь международных партнёров, найти источники финансирования так называемых дешёвых денег. В то же время это обмен опытом, международная практика и в конце концов это может дать дополнительный рост для нашего ВВП Азербайджана. Например, в Англии это даёт уже около 9% GDP в Великобритании составляет альтернативные источники энергии. То же самое мы хотим сделать для Азербайджана тоже. Переход к зелёной экономике требует значительных финансовых вложений. В связи с этим крайне важно привлечь частный сектор к борьбе с изменением климата. Коммерческие компании обладают возможностями и ресурсами для ускорения этого перехода. АКОП-29 предоставит платформу для поощрения государственно-частного партнёрства и вовлечения частного капитала в меры по борьбе с изменением климата. Для эффективного энергоперехода необходимо сфокусироваться на финансировании проектов зелёной энергетики в первую очередь в развивающихся странах. Такое мнение высказал партнёр компании Deloitte Турал Гаджиев. По его словам, до настоящего времени 70% зелёных инвестиций направляются в развитые страны. Вследствие чего наблюдается дисбаланс, обусловленный неэффективностью существующих инструментов и географическим распределением зелёного финансирования. Энергопереход в мероприятия затратный и по оценкам различных экспертов, достижение целей углеродной нейтральности до 2030 года может стоить государством 2,7 трлн долларов. Государственных средств, даже ведущих мировых экономик, недостаточно для финансирования данного процесса. При этом большая часть углеродных выбросов приходится на долю таких стран, как Индия и Китай. По словам эксперта, необходимо прийти к тому, чтобы цели энергоперехода достигались одновременно, как в развитых, так и в развивающихся странах. Надо сфокусироваться прежде всего на том, чтобы частные инвестора, крупные международные финансовые институты перенаправили свои средства в развивающихся странах. А для этого нужно подумать об инструментах с помощью государственных инструментов, которые бы обеспечили так называемый дерискинг, снижение рисков финансирования проекта по ВИЕ в развивающихся странах. Тогда возможность финансирования огромного массивного энергоперехода в развивающихся странах будет осуществлена. Сейчас, к сожалению, используя существующие инструменты с учетом рисков развивающихся стран, это сделать очень сложно. Я очень рад, что КОБУ-29 в этом году будет сфокусировано на решении практических проблем, реализации которых повлияет на общее состояние в целом в мире, с точки зрения ВИЕ, перехода на чистые энергоносители, в ближайшей перспективе.